Итак, этим видео я хочу показать вам, как писать в блог. Смотрите, мы будем писать сейчас в блог, используя браузер. Тем не менее, я покажу вам еще есть программка, очень хорошая, называется Windows Live Writer. С помощью нее писать гораздо удобнее. Но, тем не менее, пока я показываю основы. То есть, допустим, с помощью этого метода вы можете писать абсолютно за любым компьютером. С помощью Windows Live Writer вы можете писать только за своим компьютером. Ну, или там, где он установлен. Тем не менее, давайте я вам покажу. Значит, смотрите, для того, чтобы начать писать в блоге, вы должны зайти в панель администрирования. Панель администрирования находится по адресу wp-admin. Вот. Поскольку логин и пароль мы уже ввели, то вот нам показывается то, что мы видели после установки. Итак, смотрите. Как опубликовать что-то в блоге? Есть самый быстрый способ. Вот видите, есть быстрая публикация. То есть, если вы ведете блог, где, скажем так, микроблог, где каждый раз постоянно что-то обновляется. Вот, где там не нужно форматировать сообщения, не нужно писать большие посты. То есть, ваша задача прийти, знаете, как с места горячих событий описывается. Там 20-0-0, произошло то-то, да? 20-0-4. Эти самые собаки бегут, там какой-нибудь спортивный комментатор. 20-0-4 забили гол. 20-0-5 забили ответный гол. 20-0-7 пенальти. И так далее. И вот тут вот быстрая публикация как раз для этого и создана. То есть, пишите. Я это тренируюсь писать в блог. Тут есть основные, видите, кнопочки. Добавить картинку можно. Если она есть. Но у нас пока картинок нет. Вот, я сейчас покажу. Вот, ну, сейчас загрузим чего-нибудь. Для загрузки файл выберите файл. Давайте что-нибудь загрузим сейчас. Вот, буксмол. Открыть. Вот, загружается. Отлично. Вот она. Картинка загрузилась. Вот описание картинки. Вот заголовок. Давайте, обложка книги. Дальше. Подпись. Моей книги. Описание. Так. О URL ссылки. Здесь не выходит. То есть, это URL ссылки. Куда будет вести эта картинка? Давайте напишем, например. HTTP 3W 365 .by И дальше выравнивание. То есть, нет, это нет. Ну, выравнивать картинку лучше всего, если маленькая, то либо слева, либо по центру, либо справа. Либо делать... Давайте сделаем слева. Вот. Размер либо оригинальный, либо можем сделать миниатюру. Ну, давайте сделаем миниатюру. Так. Вставить в запись. Все. Замечательно. Вот у нас. Вставилось в запись. А дальше метки. Метки это ключевые слова, которыми мы... Ну, давайте сейчас мы... Помимо того, что мы вставили в запись, здесь мы еще напишем текст. И метки. Метки это ключевые слова, по которым вы или поисковые системы будут находить вашу запись. Ну, то есть, это то же самое, что в журналистике. Когда вы пишете книгу или пишете статью, вы пишете ключевые слова к ней. Вот здесь то же самое. Ну, какие ключевые слова? Привет. Личные. Дневник. Тест. Тестовая запись. Ключевые слова могут быть и... Из нескольких слов состоять. Вот. И разделяются запятой. Все. То есть, можно сохранить как черновик. То есть, сохраняется как черновик, оно не публикуется, а просто сохраняется для... И потом вы можете прийти отредактировать, либо опубликовать. Ну, мы нажимаем опубликовать. Все. Запись опубликована. Просмотреть запись здесь. Нажимаем. Вот. Видите? Вот мы опубликовали запись. Вот наша картинка. Вот наш текст. Картинка, видите, мы сделали ее слева. Вот наши метки. Вот картинка ведет на ссылку 3w.t365.by. Все работает? Работает. Если мы заходим на главную страничку, то вот у нас предыдущая, как я и говорил, предыдущая запись уходит немножко ниже, а новая находится чуть-чуть выше. Давайте теперь покажу, как публиковать с наворотами, скажем так. WP.admin. Смотрите. Во-первых, что вам нужно сделать? Вам нужно сейчас добавить... Так, сейчас покажу. Вот запись. Добавить новую метки рубрики. Вам нужно добавить рубрики какие-то. То есть рубрики это категории, в которых вы будете публиковать. Потому что все в одном, это не очень хорошо. Ну, допустим, у нас блок по автомобилям, да? У нас сейчас есть по умолчанию одна новость. Рубрика. Это одна единственная по умолчанию. Мы создаем новое, допустим. Имя рубрики. Автомобили, да? Ремонт. Ремонт автомобилей. Короткая ссылка, да? Ну, короткая ссылка, это которая будет показываться потом. Вот здесь вот. Temp.code.by.net. Слэш там, что-то там. Ремонт. Родительская рубрика. Нет. То есть тут может быть... Если есть родительская рубрика, да? То мы можем сделать так вот. Древовидная. Такая штучка получится. Но мы родительских рубрик пока не делаем. Описание. Ремонт автомобилей. Нажимаем добавить рубрику. Опа, видите? Появилась новая категория. Теперь, что мы делаем? Вот, видите, запись. Во-первых, мы можем редактировать записи. Вот. То есть это те записи, которые мы добавили. Вот у нас есть... Привет, я тренируюсь писать в блог. Давайте создадим новую запись. Вот, видите, этот спис. Это как отображают в записи. Мы можем создать новую запись. Добавить новую запись. Так. Сейчас у нас загрузится страничка, где мы будем добавлять записи. Вот так. Так. Вот у нас загружается. Эта страничка, она загружается там с визуальным редактором. Она почему так долго грузится? Первый раз. Второй раз будет быстрее. Но первый раз долго грузится, потому что загружается в визуальный редактор, в котором вы можете редактировать все сообщения. Ну, как видите, так и редактируете. То есть, жирные, наклонные, там, шрифты менять, цвета менять. То есть, если мы, когда мы делали быструю публикацию, видите, визуальный редактор, при быстрой публикации мы не видели, как выглядит запись изначально, да, то здесь мы все это дело видим. Итак, мы пишем. Заголовок. Что делать, если сломалась машина? Вопрос. Вот. Здесь мы пишем то, что мы хотим написать в блоге. Итак, смотрите. Если у вас сломалась машина, то нужно сделать следующее. Два иточия. Смотрите, дальше мы можем разделить запись. Разделить запись на анонс и все, что будет после. То есть, вот, это у нас анонс. Дальше мы пишем... Я покажу, как оно потом работает. Дальше мы пишем сам текст. Если у вас сломалась машина, нужно сделать следующее. Поехали. Итак, это мы можем выделить жирным. Можем наклонным. Вот. Можем по центру. Поехали. И дальше мы можем списком. Или там вот таким списком, да. То есть, если у вас сломалась машина, нужно следующее. Проверить двигатель. Второе. Проверить бензонасос. Третье. Вызвать аварийку. Ну и так далее, да. Вот мы пишем само сообщение. Дальше мы можем там, допустим, перечеркнуть. Дальше. Дальше мы можем, видите, вставлять цитаты, да. То есть, цитаты, это вот, допустим, как говорил великий учитель двоеточие. И следующее мы пишем цитату, да. Нажимаем. Опа, цитата. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Все. Дальше мы можем цитату отключать. Там. Копирайт. Включитель. Дальше мы можем, смотрите, дальше мы можем тут тоже вставлять различные картинки. Вот, видите, эта картинка, тут можно добавить видео, можно добавить аудио, можно любой медиафайл. Но мы пока будем тренироваться на картинках. Вот. Опять же, мы уже, помните, добавляли ее. Тут, кстати, картинки можно сейчас покажу. Вот сейчас мы ее закачаем. Можно картинки добавлять уже существующие. То есть вы можете через FTP их закачивать и добавлять. Итак, смотрите, вот мы добавляем картинку. Картинка загружается автоматически. Отлично, вот он. Заголовок. Как сделать тысячи долларов с блога за месяц. Подпись. Ну, можем подпись такую же оставить. Так, это наш бывший пароль. Так, описание. Моя книга. Так, вот. Дальше. Ну, ссылку мы ни на что ставить не будем. Выравниваем мы. Давайте справа выравняем. Размер. Ну, давайте сделаем оригинал. Пусть будет в оригинале. Все. Замечательно. Вставить в запись. Отлично. Вот мы видим, как она вставилась в запись. Вот она здесь вставилась. Мы можем ее передвинуть. Как угодно сделать. Можем сюда подвинуть. Да? Вот. Можем отредактировать. Сейчас загрузится. Вот. Видите? Можем сделать различный размер. Вот. Опять редактируем заголовки. Редактируем, где она справа, слева. Расширенные настройки. Видите? Все это дело остается. У нас она была вот здесь. Дальше, смотрите, можно добавлять картинки из медиагалерей. Вот. Галерея. Эта галерея показывает, какие картинки есть в этой конкретной записи. Можно добавлять медиабиблиотека. Вот. Медиабиблиотека это все картинки, которые мы когда-либо загружали. Вот. Можно отфильтровать по времени. Вот. Можем удаленную картинку загрузить. С удаленного адреса. Ну, мы сейчас этим заниматься не будем. Тут, я думаю, разберемся. Все. Здесь можно добавить цитату. Ну, цитата это просто содержание записи. То есть, это не обязательно. Дальше мы, смотрите, выбираем рубрики. Ремонт автомобилей. Можете сразу добавить новую рубрику здесь быстренько, да? Ну, мы не будем добавлять, просто понятно, что было. То есть, быстрое добавление рубрики. Трекбэк. Ну, что такое трекбэки, я рассказывал уже, то есть, я рассказывать не буду. Здесь единственное, что можно принудительно ввести ссылки какие-то для трекбэков и разослать. Произвольные поля, это мы сейчас затрагивать не будем, это больше идет для продвинутого, видите, для продвинутого использования. Поэтому здесь вы можете почитать потом про них. Статус, видите, у нас черновик. Можно отредактировать. Черновик требует одобрения. Ну, у нас черновик, пока он. Видимость. Публичная, либо личная, либо можем защитить ее паролем. мы ставим публичную. Окей. Опубликовать немедленно. Здесь мы можем поставить дату публикации. То есть, она может не сейчас быть опубликована немедленно, а вот, допустим, 9 марта, а не 9 февраля. Но мы сейчас этим заниматься не будем. То есть, это отложенная запись. Отложенные записи сейчас существуют для того, что если вы можете написать 20 постов, и чтобы они не сразу вывесились, а, допустим, каждый день в течение 20 дней. И вы можете поставить этот пост опубликовать сегодня, этот пост опубликовать 10-го. Сейчас написали, опубликовать 11-го. И пользователи будут думать, что как будто вы каждый день пишете. Дальше метки. Метки добавляем. Автомобиль. Добавить. Можем просто запятыми разделить. Ремонт. Ремонт автомобиля. Машина. Починка. Добавляем. Вот, видите, добавили все метки. Тут их можем удалить, если кому-то что-то не нравится. Вот. Можем выбрать из популярных меток что-то. Ну, пока он с популярных меток. Вот, видите, то, что мы уже добавляли. Вот. Можно добавлять дневник. Опа, добавилось. И все. Отлично. Теперь вот мы выбрали рубрики. Обсуждение. Можно запретить комментарии и трекбеки, но пока мы этого делать не будем. Все. Дальше мы нажимаем кнопочку опубликовать. Нажимаем кнопочку опубликовать и у нас запись готова. Просмотреть запись можно здесь. Вот. Видите, как мы ее сделали. А теперь смотрите. По поводу анонсов. Мой первый блок, да? Вот. Мы разделили запись анонсом. То есть, мы видели кнопочку нажали. Моа называется. Если у вас сломалась машина, то вот у нас анонс. А то, что мы нажали эту кнопочку, видите, на главной странице. Читать запись полностью. Нажимаем. И дальше переходим на запись, чтобы ее прочитать полностью. То есть, вот мы ввели анонс записи. Потом ввели ту кнопочку нажали, которая разделяет анонс от основной части. И дальше, вот видите, основная часть. И вот видите, как она выглядит. То есть, вот справа у нас картинка. По центру заголовок. Тут список. Тут вот цитата. Вот. Тут все метки есть. Можно оставлять комментарии. Комментарии можно оставлять. Вы можете сами регулировать в настройках блога, кто будет оставлять комментарии. Либо зарегистрированные пользователи, либо кто угодно. То есть, это уже на ваше усмотрение. Вот у вас записи ставлены. Отличная запись. Сергей Жуковский. А дальше мы переходим обратно на мой блог. И вот смотрим. Видите? Один комментарий. Отсюда же можно редактировать. Но это при условии, что вы вошли как администратор. Вот. Все. Дальше здесь проблем особых нет. Вы опубликовали свою запись и все как бы в порядке. в порядке. Продолжение следует...